...собственность в публичном, в этом плане в процессе созвращения КЧП становится очень похожим, если созвращение КЧП, мы предусмотрим, что объект переходит из частной собственности публичным. Минута статистики. Про нас в целом по данной платформе Росинферон, предприятием которой является Национальный центр КЧП, организация всего общественного образовательного дня, у нас реализуют уже более 3500 проектов в форме позиционного соглашения и созвращения КЧП, где общий объем инвестиций превышает 7 триллионов рублей, а объем частных инвестиций составляет примерно 5,6 триллионов рублей. Мы с вами обсуждаем проект в коммунальной сфере сферы благоустройства и отдыха, поэтому действует 12 садистика именно в этих сферах. И как мы видим, наибольшее количество проектов у нас, конечно же, заключается в коммунальной сфере, в сфере водоснабжения, водоснабжения и техноснабжения. И это представляется не особой любовью регионов муниципалитетов в этой сфере концессии, а законодательным требованием. У нас в оконах техноснабжения, водоснабжения и водоснабжения прямо указано, что если в составе коммунальной инфраструктуры есть объекты сроков водной эксплуатации, которых превышает 5 лет, то права владения и пользования могут передаваться только к консессионным соглашениям. То есть, по сути, есть только две опции муниципалитетов, либо право хозяйственного ведения, либо консессионное соглашение, потому что большей части, конечно же, коммунальная инфраструктура имеет в своем составе объекты со сроком водной эксплуатации больше 5 лет. Поэтому большого количества подписаний со стороны прокуратуры и основной службы выдаются муниципалитетам с подписанием заключить именно консессионное соглашение. Поэтому вот эти более 2100 проектов в сфере ЖКХ – это большая заслуга прокуратуры и основной службы, которая активно за счет этого подписания, по сути, этот рынок развивает. И здесь на слайдах приведены меры. Их, это, конечно, какие-то изничные случаи, когда изничные примеры, их гораздо больше подобных проектов. Это скорее какое-то для мотивации, да? У нас тут есть люди, которые еще ни разу уже построили проекты ВИЧП, и вот, пожалуйста, посмотрите, как ваши коллеги в других регионах и муниципалитетах это делают. Могло остановиться на проектах, которые снизу указаны на объектах проекты сохранения. На площадке проекты, по которым создается зональная инфраструктура, объекты тепловоснабжения, объекты по передаче структурирования электрической энергии, да, они как раз были примером того самого государственного партнерства. Здесь в качестве кондиционеров выступают дочерки организаций региональной корпорации событий со Сталинской области. Почему это было сделано? Ну, потому что это проекты, проекты-пилоты по линии ДОМРФ, в виде у коллег из Примаунка РТВ, по линии ДОМРФ, программа инфраструктурные облигации, в котором тогда, ну, в принципе, сейчас, с учетом лучшего ставки займы создали инфраструктуру, выдаваясь по льготной процентной ставке. Например, по этим двум проектам процентная ставка по договору о бане составляет 4%. И, в прекраске, для того, чтобы можно было воспользоваться этой программой, регион в Примаунской области создал через свою корпорацию, там видите, консессионеров, с которыми были заключены консессионные соглашения. Почему? Потому что эта программа, в частности, была рассчитана именно на то, чтобы предоставлять финансирование на реализацию консессионных соглашений. У нас тут еще есть представители Нижегородской области, коллеги очень активно освоили инструмент создания силами гигианальной корпорации развития своих консессионеров для того, чтобы можно было пользоваться разными федеральными мерами поддержки, которые у нас запускаются на финансирование именно консессионных соглашений или соглашения ОКХП. с департамент, не только в Казахстане, а и кэрия федерального проекта «Катар». серии профессиональной программой профессии и финансирования, но и обладателей в Казахстане. Мы сегодня будем отдельно на других мастер-классах говорить. Поэтому я займу немного прерывом, чтобы рассказать про, На мой взгляд, я думаю, не только на мой взгляд, очень важная поправка бюджетных бодоксов, которая в целом влияет на то, как у нас будет выглядеть рынок ДЧП, если не будут приняты какие-то изменяющие поправки на поправки бюджетных бодоксов. Это крайний закон, который был принят 13 июля 2024 года. И, собственно, на 13 июля уже этого года поступил в силу поправки бюджетных бодоксов. У нас тут, я думаю, все про этот закон знают, потому что работают бюджетные инструментариства. И что у нас в этих поправках говорится? В них говорится о том, что объем расхода, ежегодный объем расхода бюджета на чередой финансовый год и плановый период, расходы на выгоду по процессе декабряного правильной платы консистента, то есть тех видов квадрата, которые размещают инвестиционные и традиционные заправные части страны, расходы на любые путешествия по соглашениям от ВЧП, и также здесь у нас будут резиновые путешествия по договору резинга, не могут превышать 10% общего годового объема доходов в бюджет без учета объема несоответственных преступлений. То есть, по сути, по линии Министерства финансов у нас введено такое достаточно жесткое регулирование затрат, которое выпускается по концепции соглашения МВЧП и соглашения МВЧП. Но что радует, что, в отличие от первоначальной редакции, которая обсуждалась участниками РИА, здесь указано, что это ограничение распространяется только на те реглона и на те муниципалитеты, которые в пущем финансовом году не являются получателями дотации на грамм и бюджетной обеспеченности. То есть, если в ИОН или в муниципалитете появляются получателями дотации на грамм и бюджетной обеспеченности, на него в этой ситуации распространяется это ограничение в виде 10%. Что важно, что те федеральные меры поддержки, которые будут из федерального бюджета региона, а также за счет средств фонда развития территории, у них есть программа развития и кондернизации гимнональной инфраструктуры, они участвуют в этом расчете и, по сути, увеличивают тот объем основных, которые выпускаются по концепционному соглашению и соглашению МВЧП. В этом новом законе есть оговорка о том, что, опять же, это хорошая такая подведа в рамках обсуждения законопроекта, что это ограничение не распространяется на концепции соглашения МВЧП, которые будут заключены до 1 января 2025 года. То есть те концепции соглашения МВЧП, которые заключаются в этом рамках, они под это ограничение не подпадают. Но если вы сейчас уходите с переговором, или у вас планируется исключение концепции, и вы являетесь получателем на акции, то эти ограничения будут распространяться на ваши проекты. И какие последствия такого повышения, если по новому закону о региональном бюджете или принципальном решении в бюджете ежегодный объем расхода бюджета на такие выходы по процессу с соглашением МВЧП превышают 10%, то речь не идет о том, чтобы досрочно прекращать концепцию, либо признавать ее мунициплицем. В законе в качестве последствий указано, что все ранее принятые до этого прегрешения обязательства продолжают выполняться, но нельзя их изменять, нельзя их увеличить. То есть, допустим, нельзя увеличить плату концепента, если такое прегрешение было достигнуто. нельзя увеличивать питание грамм и так далее. Поэтому, в принципе, норма, она не такая страшная, как была в начале, когда только появился проект про жертвый потокс. Но тем не менее, очень влияет на то, наверное, на мой взгляд, будет влиять на отношения, прежде всего, инвесторов и банков, в зависимости от того, с каким муниципалитетом и регионом в процессе продолжения МВЧП заключается. У нас коллеги даже разрисовали КААП России на регионы, которые уже пробили этот порог, пробить липу, у которых есть еще хороший потенциал до такого проекта. И вот это деление регионов муниципалитетов на достигнувших порог или не достигнувших, они очень сильно будут, на мой взгляд, влиять на индивидуальное решение инвесторов и банков при запуске таких проектов. Там есть свои разные лайфхаки, как можно это подбежать, потому что у нас это ограничение, оно состоит из муниципалитета региона, который является получательной дотацией на выравнивание бюджетной достиженности. Если муниципалитет, который приходит на дополнительные нормативы отчислений, то формально, не меняя ситуацию с бюджетом, он перестает быть получательной дотацией и формально на него такие причины не будут распространяться. И последнее, что важно, у нас появится еще один веес обязательства, который возникает при исполнении концепций соглашения на КЧТ, дополнительно, как всего остальным веесом, будет его ввести в Финроссию. Я уже на 5 минут превысила свой дневник по времени. На этом годная часть решена. Следующая часть будет перерыв. Пожалуйста, знакомьтесь друг с другом, обменяйтесь с опытом, и дальше у нас будут постоянные мастер-классы по плану. Большое спасибо, Макарея. Да, очень спасибо, Анна. Коллеги, прежде всего на 10 минут. Приглашаю вас 30 минут вернуться на нашу пресс-сессию по разбору проекта. Спасибо. 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 Спасибо.